Слушай, я большое спасибо говорю тем, кто, собственно, отказался на эту трансляцию и не сошел в семье, потому что, конечно, небольшие технические сложности, я думала, они не повлияют на будущее моей трансляции тоже, потому что в принципе, я пользуюсь программой ОБС, и, собственно, она единственная, насколько мне известно, бесплатная программа для стриминга, но, к сожалению, на моем нужном компьютере она, отказывается, захватывает экраны, а от этого просто невозможно, на самом деле, то, что это показывает. Я сейчас включила старый компьютер, здесь стоит старая версия Грампс, четвертая, но принципиально она не отличается, поэтому, я думаю, мы можем продолжить. Значит, я не смогу повторить заносство на полчаса, которое я разъехала по источникам, цитатам и хранилищам, вот, но давайте тогда перейдем к следующему вопросу, географической структуры. Это, на самом деле, очень интересно, и на это нет однозначного ответа, в том числе и на меня. То есть мы здесь действительно в местах, мы можем задавать структуру, как она существует сейчас, но я бы не стала на это опираться, потому что, если вы планируете сильно развивать древний вид, то, как вы понимаете, у вас эта структура помахает, например, читая «Помахать», я тут уже все заговариваюсь в Инстаграме, структура будет меняться еще раз. То есть, например, одно конкретное место, даже если оно в этом, допустим, забросится 20-й век, вы будете писать, как оно в 20-м веке, оно еще и в 19-м, 17-м, 17-м будет писаться по-разному. Поэтому я бы здесь ни одного места не несена, кстати, не могу это достанавливать. Я бы не стала тоже здесь сильно уповать на то, что несете все возможные варианты и все сделаете правильно. Поэтому как вариант, либо остановиться на одном, на привычном вам, например, вы будете долго, скорее всего, сидите все равно на какой-то периоде, на конце 19-го века. И как-то в голове у вас все равно, скорее всего, место, оно фиксируется по одному, соответственно, параметру какому. То есть, как по губернии, например, вы так и будете у себя в голове так же называть. Потом придете к следующей теме, да, в двух веках отпуститесь в следующем территориальном отделении. Опять там год присоединяется, шаг меняется. В принципе, можно остановиться либо на одном, либо вот внести альтернативные тоже. Например, у нас есть там, например, Воронежская область. Мы можем записать, что она входит в Россию. Не будем еще Российскую Федерацию писать. И есть такая штука, как альтернативные имена. Допустим, сделаем здесь имена, там, Воронежская область. Можем поставить дату. Но если область переходила территориально, она была в одном месте, а в другом, соответственно, мы не заберем. То есть, да, мы можем нести это правильно. Но где это будет отображаться? Вот в общем списке есть, это не будет отображаться. То есть, здесь все равно будет Воронежская область. То есть, оно будет... А, вот, вот, да, у нас получается... У нас получается... Так, сейчас проверим, что я сделала в Воронежской область. Что-то будет в Россию. Что-то в Россию. Да, и у нас получается, что здесь у нас отображается альтернативное имя поля. Нет поля, что я не понимаю. Воспространство. То есть, происходит так, что Воронежская область ходит в Россию. Окей. Россия у нас... Да, область, область. Россия у нас, соответственно, в Россию страна. Все правильно. Мы здесь видим, что у нас кип Воронежской области. Есть Россия... Почему Воронежская область не приписывается к России, я не знаю. Ну, а... В общем, в любом случае, в этом списке, когда вы будете носить альтернативные имена, у вас не будет здесь ясности. Это не добавит в додики вот этому списку мест. И, к сожалению, я не стала подождать, наверное, что-то все-таки заморачиваться. Вы можете для себя просто, для своего исследования, чтобы потом, когда вы вгружались дальше в других веков, и там, допустим, часто менялось, что туда входит, вы можете это фиксировать здесь в местах. Но удобно все равно на музыке делать эту замерку. То есть, да, здесь есть функционал для того, чтобы вы вписываете... А, я поняла, в чем дело. Да, извиняюсь, я в России, призываю Воронежской области, альтернативные имена, естественно, да, это неправильно. То есть, вот, давайте сейчас... Делаем правильно. Так, интернативные имена. Воронежской области. Делаем, окей, воронежской области, воронежской области. Окей. Вот. Да, вот они здесь все перечисляются. Ну, что с того, что они здесь все перечисляются? Нам это, в принципе, дает только то, что у нас эти строка могут бесконечно растягиваться. Всем привет. Еще раз хочу сказать, что у нас касается одновременно и в Инстаграм, и в Ютуб, но на Ютубе она лучше смотрится, потому что там не видимо прям компьютеры. Хотя были сегодня физические сложности, поэтому все идет напрекосяк. Но если так, то... Вот, собственно, здесь прямой эфир в Инстаграме для предпоминания, что можно посмотреть на Ютубе по нашему обнованию, Джин Милджи Рокси, а вы сходите, можете спросить. Сейчас разбираем вопрос с местами, с тем, что они называли себя по-разному. Поэтому лучше делать так. Писать по какому-то определенному моменту лучше по концу 19 века. Почему? Потому что все-таки чем дальше в двух пеках, тем еще хуже была пытница с территориальными делениями. То есть разница между советским территориальными делениями и там в конце 19 века это практически нет никакой разницы. А вот когда вы дойдете там до 17-го, 18-го века, вы там запутаетесь в этих станах, кому что принадлежало, куда что переходило, там чьи-то вотчины были и так далее. Поэтому я бы основилась в делении на каком-то одном периоде его придерживалась. А все остальное, все, что вам действительно нужно, то есть вы узнаете много информации о месте, кому она принадлежала и так далее, все записывали заметки. Вот это вот на самом деле оптимальный вариант. Это позволит вам сохранить всю информацию и не запутаться. Я бы здесь ставила несколько исследований. И вот, дальше. Пойдемте дальше. Как у нас еще был вопрос? Я уж не говорю про то, что разница в названиях. Вы понимаете, да, что деревня могла называться просто даже, там, менялись буквы без конца и названия тоже без конца менялись. Это тоже можно писать заметки. Зачем указывать координаты места? Ну, опять-таки, за тем, что, то есть здесь вопрос приводится по поводу улицы. Естественно, как конкретно место в одном городе не имеет смысла, возможно, хотя, на самом деле, если конкретный дом, да, который, допустим, уже сейчас не находится в Москве, скажем, да, там, смесь он может указать его координаты и в любой момент прийти на это место, посмотришь, что здесь стоял дом. Если говорить об улице, конечно, зачем указывать координаты улицы? Да вообще, когда зачем, никто абсолютно точно вас не заставляет. Это нужно делать тогда, когда вы хотите для себя сохранить эту точку на карте, и когда это удобно сделать с ними координатами, потому что она, предположим, уже не существует. Или вы хотите, чтобы у вас потом в разделе география и по ваших отчетах, которые включают, в том числе карты, чтобы у вас вот отображался полный спектр мест. Вот дальше мы переходим, на самом деле, к грамплетам и отчетам. Сейчас я по ним поговорю отдельно. Также вот инструменты по анализу. То есть, в принципе, для, наверное, основные вопросы мы решили. Основные, базовые, да, вот то, что я хотела осветить, базу в самом начале. Сейчас еще скажу самое основное по поводу переноса программы в другую систему. Это очень важно, потому что, конечно, у каждой программы есть импорт и экспорт. Но вот у меня мое личное древо заведено в Генопро. Черт знает, когда я. У меня до сих пор там остается. Хотя мне эта программа, сравнивая с грамплами, вы, конечно, неудобно. Единственная моя надежда, что они обновят Генопро до версии X, как обещают уже несколько лет, и вы смогут просто оббрейдить тот же самый файл. А так я не могу перенести свое древо, потому что, когда вы переносите, в лучшем случае у вас сохранится основная информация, вот прямые предки, фамилии, имущества, даты жизни. Все. Это вам здесь очень повезет. Это все не будет в тех же самых связях, в той же самой кодировке. А если не повезет, то и это потеряете. А все остальные атрибуты, и вот эти все примочки, которые очень важны для генологии, потому что, когда вы вносите древо, конечно, вы вносите его со всеми деталями. Зачем вам еще программа, если вы не записываете те детали, которые вы не сможете держать в голове? Они записываются где-то за метки, ставятся вот эти метки, крайне милища, источники, цитаты. Мы все это сами задумываем, как это правильно сделать. В итоге при переносе мы все это теряем, потому что здесь одна программа распространяет это по одному, вторая расширяет по другому. И сам факт наличия общего формата биткома, он на самом деле по факту не решает вашу головную боль. На этом основном, собственно, основном, почему идет ократный изограмс, потому что его функционал, даже если он сначала вам кажется очень сложным, потом он вам пригодится, но он изначально бесплатный, он останется бесплатным. И это не будет, как, например, смотер, который делает все, чтобы вам было удобно завести там греу, вы его заводите, а вот это получается, на этот момент, когда вам уже не был другой функционал, вы не можете его воспользоваться бесплатно. И это подсаживает вас на сомнительный, высокий тариф, на определенное количество лет. Правильно? Вы не можете в принципе 20 лет платить по 8 тысяч в год. Ну, или, по крайней мере, в любом случае, долгосрочность, в медицинской программе очень важно, если до этого генапробу и все уже привело все в медалях. То есть сейчас грамм подавляясь на большинное действие на то, что пока в медицинской программе будет в новой версии. Я, кстати, в начале той неудовшееся первой части трансляции говорила про разработчика с собственной граммс. И вот в представлете разместили я там, значит, у них есть все это граммс-випы, которые позволяют смотреть всякие циториансы и прочие английские музыки, которые для нас адаптировать и вообще, в принципе, ознакомиться с английскими языками, что у них там написано. Да, в том числе и на русском, то есть. Я оставила там ссылку на свои люди и каким-то образом у них полетел сайт, потому что первая ссылка получила информацию от нас, что очень большое количество посетителей из России и вот администратор сайта там самое главное жалуется, что вы будете у нас сайты не работали, просто не рассчитывали на такое количество подключений в часть. А все с вами медицинской было на полу как это из России. Как так вы не понимаете? Потому что даже в этом видео программском на самом деле всего-то просмотров 1200, по-моему, тем не менее сегодня ночью как раз эта информация, что сайт обрушился из-за того, что я запустила информацию у себя в видео и еще это видео добавила в их соответственно этот сайт поддержки. так что, конечно, с точки зрения инициативности разработчики грамм приходят просто все награды себе выбирают, очевидно, там не так уж все. На широкую много поставленных, очень много волонтеров, очень много людей, которые реально хотят в это все вкладываться и за счет этого выезжают. Я уверена, что в России не меньшее количество талантливых программистов, которые просто не интересуются в сторону этой программы, не интересуются диалоги, с ее офицей, потому что чаще всего это разная область человеческих интересов, техниками и прошлой, как техника большеводущая устремлена. Поэтому это плохо пересекается. Но там очень большие перспективы, о чем мы хочу поговорить сейчас уже на второй части трансляции о том, что можно сделать. Но давайте все-таки охватим еще момент с грамплетами и формами. Не формами, а я поговорила с грамплетами и фильтрами. Вот, собственно, здесь, кстати, интересно, что в пятой версии программы нет возможности на приборную доску вот сюда, здесь изначально всякие добро пожаловать и прочие грамплеты стоят, я их все удалила, и здесь есть возможность добавить все грамплеты, которые есть. Почему у меня, соответственно, ну да, по-моему, все, да. Почему у меня есть так много, потому что я просто ставлю всегда по умолчанию там установить все, когда он проверяет обновление и предлагает мне установить все-таки грамплет. И вот, например, строго говоря, я не могу сказать, что я вообще сильно ими пользуюсь, то есть мне удобнее что с такой это? Вот, вот, и мне удобнее просто переключаться между категориями, собственно, пользоваться фильтрами и все, грамплеты неудобно, потому что они занимают существенную часть экрана, и я стараюсь их как-то отодвинуть, и у меня нет таких прям излюбленных. Я тоже смотрю на этот сенсионал, думаю, ну все-таки это классная фишка какая-то, но вот излюбленных так не появилось. Единственное, что грамплет не считает стоящее просмотр, то есть если я хочу по человеку посмотреть информацию не заходя на его фон, то это только грамплет, который сюда можно добавить. Соответственно, мои грамплеты, они в основном повторяют те, которые есть в профиле. Но есть среди них вообще-то особые фишки, то есть, например, есть возраст незаданные даты, но у меня вот лежит калькулятор, я, собственно, писала калькулятор, посчитала это удобнее, чем включать комплект все равно. Есть буфер-обмина, что у вас на буфере-обмина, которые могут быть полезны, то есть они все теоретики, там есть некоторые, которые могли быть полезны, но вам нужно самостоятельно посмотреть прошел, какие-то просто проживутся. Вот таких, которые сто процентов бы работали и были прям к новым таким-то открытиям, я не могу сказать. В основном все касается просто быстрого просмотра, чтобы они заходили в кофер, не заходили, допустим, в отдельную семью и могли здесь все посмотреть. Так вот, хотел бы сказать единственное, которое меня заинтересовало, которое уже по-трону в будущее, это гранд-лит-платформа. По нему есть тоже тьюториал на английском языке, если вы хотите ознакомиться там в собственном гранд-свике, но суть его в том, что он позволяет разбивать записи какие-то типичные, как раз те типичные записи, которые мы разобрали в предыдущей части трансляции, что у нас есть. Типичные записи в рамках программы мы считаем, что это те, которые встречаются чаще всего, которые будут повторяться у вас в каждом роду, и чаще всего это документы до конца XIX века, начало 20-го, метрические книги, ревизские сказки. Может быть, переписи. Но у нас в основном первые два типа документов. Все остальное можно считать одиничными, несмотря на то, что я просто повторяю специально, потому что первая часть получилась вспомканная из-за технических проблем. продавать книжки, допустим, в рамках экономической программы вывеличенный документ, потому что она сохранилась, скорее всего, у одного-двух человека, вы не будете постоянно пользоваться этой формой. Так вот, для повторяющихся типичных документов есть форма. Для антизичной аудитории, естественно, это больше, у них есть готовая форма для каждой переписи, поскольку переписами пользуются чаще, чем у очень сохранности. Они прямо в графе разбиты, и этот драмплей позволяет вам, в принципе, что я говорю голословно, давайте сейчас откроем грамп с вики, собственно, даже из-за 20, посмотрим, как это выглядит, там, по-моему, есть примерные картинки. Позволяет вам эту информацию сразу разбить в табличном виде. То есть у вас есть оригинал, где отручить все написано, очень неудобно читать. Вы будете переносить текстовый файл, заметку в программе или просто текстовый файл. Вы будете делать это вручную. И, соответственно, таблицы вы, скорее всего, создавать не будете, потому что таблицами, в принципе, неудобно пользоваться, и импортировать их в грамм, потом будет неудобно, таблицы проще записать в более простом виде, столбцы по-другому разница. А вот именно этот грамм-файл позволяет добавлять таблицы, что, естественно, упрощает просмотр и анализ, и так, таким образом, что он сокращает вам работу, вам нужно сделать таблицу создавать, копировать, открыть. в общем, реально удобный штутор. Вот, вот у них есть, соответственно, так он выглядит пустой, как я вам сейчас показывала, да, вот так выглядят предварительные, вот у них есть там по Америке и по Англии, соответственно, что касается сертификатов о рождении, да, от той записи ЗАГС, и, соответственно, там переписи вот у них по очень количеству. И вот таким образом вы можете его заполнять. То есть, если бы у нас такое было, у нас тоже было бы по какой-то переписи, такая же афишка, да, мы бы знали. Они же действительно в конце 90-х века довольно типичные, там все переписи начала 20-го века тоже можно разбить спокойно совершенно по каким-то критериям, кто там указывает в какие-то были еще в полцы и строчки. Так что все это можно сделать. Единственное, что это просто не сделано. И вот здесь, собственно, и про инициативность разработчиков, про волонтерство в этой программе. Вот если кто-нибудь из наших русских людей, которые достаточно занудны, чтобы пользоваться грамм, ну, это я хочу чуть-чуть, потому что, в принципе, она того стоит, чтобы позанудить немножко и сделать лучше всем. А если бы кто-нибудь занес туда наши стандартные формы, метры, перевизии, допустим, документы из ЗАДС, было бы очень хорошо. То есть, это бы всем облегчило очень сильно жизнь, потому что форма, представление формы, собственно, я хочу показать еще раз такой формы, которая выглядит. Она, естественно, удобнее, так же табличный вид, как в оригинале, так же и в программе для этого игрока. Дальше. По поводу грамплетов, это получается, наверное, все, что я хотела сказать. То есть, форма, ну, и то, он, собственно, получается для нас не разработан, все остальное просто для просмотра. Специальные фильтры. Вот это очень хороший вопрос, потому что, опять же, в вики есть у нас такая инструкция, как сделать древо на плакате, который мы все всегда очень хотим увидеть в первую очередь, а именно все предки, все потомки и все сиблинги. То есть, то, что как раз с большей простотой реализуется в программах типа древо визния, но, наверное, там, потому что все там заточено под это, а все остальное хромается на этой точке времени. То есть, грамм более-менее нормально с отчетами, но вот этого отчета общего мне, допустим, довольно долго не хватало, и мы сделали его вручную. Теперь я поняла, что его можно сделать с помощью фильтра, с помощью английской вики, которой не стоит наблюдать. Возможно, если у вас есть желание это можно переводить на русский язык, тоже, и чтобы все это они могли пользоваться. Сейчас попробую максимально коротко это все показать. Значит, нам нужны фильтры. Сейчас мы их откроем. Надеюсь. Так. Снимаем. Сделаем, чтобы боковая панель в фильтр мы здесь сейчас добавим. фильтр. И нам нужно создать собственно два фильтра. То есть выбираем активное лицо. Это у нас здесь активное лицо. Идем вот сюда. Видно, да? Опять-таки я еще раз говорю, что тем, кто кому интересно смотреть, что делать в программе, лучше перейти в YouTube. Там обновленный канал у нас и там я веду показ с экраном компьютера и тогда было понятно, с чем делать. Займ условно его там Василий один. Сейчас попробую по памяти, если что буду подсматривать там в той памяти. Мы должны сразу иметь параметры на правила. И добавляем списки правил. Нам нужны фильтры потомков лица. Задаем здесь опять же то же самое лицо первой Василии. Вот собственно все мы сделали. То есть фильтры потомков лица забираем лицо все нажимаем окей. Дальше добавляем дополнительные правила предку. Это не общие фильтры а фильтры предку лица положим. И здесь добавляем галочку включить выбранный ID граммс. Не спрашивайте меня зачем мне иногда нужно сделать там пишут соответственно да все я правильно сделала. Дальше мы нажимаем ок и выбираем здесь опять диалоговое окно которое позволяет создавать нам собственные фильтры и делаем фильтр на фильтр здесь мы уже добавляем непосредственно то что нам особенно интересно это семейные фильтры родители соответствующих фильтру лиц здесь выбираем то есть мы используем первый фильтр корон родители соответствующих фильтру лиц это у нас осилие первой добавляем родителей добавляем сипогов таким же образом здесь еще дать не надо семейные фильтры сет други василий соответствующих фильтров василий первой добавляем что у нас там еще а самое главное что это всегда хромает это сиплинги братья и сестра окей так все нажимаем окей и у нас кончается теперь мы можем перейти спокойно в раздел отчетов нас интересуют графики не графические даже отчеты а графики граф отношений нажимаем граф отношений и сейчас сделаем конкретно сейчас посмотрим есть вопросы нет нет вопросов как собственно сейчас я тогда пока у меня там происходит загрузка я хочу сказать что спасибо всем кто смотрел эфир в инстаграм предлагаю вам перейти в ютуб потому что дальше начинается особенная заныльная часть которая касается непосредственно непосредственно заточиться внутренней экраны и вам просто будет скучно и я думаю что еще раз встретимся по этому обеду так дальше собственно здесь у нас касательно настроек самого отчета можно подробно конечно посмотреть еще здесь в самом начале в первом примере точнее здесь а настройки в основном касается после того чтобы все умещалось на листе давайте давайте я тоже наверное все это до конца доделаю я все равно не смогу показать вам результат потому что скорее всего здесь он выйдет на этом кастом вредном достаточно интересно но я сейчас скину эту ссылку в панель заразвучиваю все что вижу в чат и я думаю что это получается это полное обрело если кто хочет можно ее скопировать и еще раз внимательно изучить вот у меня здесь в принципе такие настройки параметры бумаги потому что все плохо вмещается значит лучше поставить другой размер и задать максимально какие-то огромные значения чтобы точно все влезло горизонтальная вертикальная это на самом деле не так важный не будем сейчас на этом заморачиваться здесь это все индивидуальные настройки все касается красоты и прочее опять-таки ориентация графа у них она горизонтальная давайте попробуем допустим я здесь поставлю горизонтальную но обычно сюда я ставлю вертикальную вермитры шрифта все это нужно размер параметры а вот здесь с параметрами интересно что они пишут они пишут что надо сделать сжать до минимального размера вот вот это я бы сама не догадалась сделать у нас стоит заполнить до минимальной ну короче заполнить до минимального все здесь мы сжать до минимального размера все и теперь мы записываем это в том виде в каком нам интересно смотреть я собственно стараюсь записывать то есть они рекомендуют в PND я тоже рекомендую вам соответственно в PND это сделать сейчас я сейчас она все это запишет поскольку у меня старый компьютер я не знаю на самом деле как сейчас все это получится здесь я не пробовала но посмотрим сейчас же посмотрим примеры единственная фишка в том что такие большие графики ох сразу еще я открою влечи то есть в принципе мы видим может у нас у василия он не умеет по танку но соответственно его предки отобразились у нас на родин теле и отобразились их предки из-за того что древо недостаточно широкое мы не можем понять достаточно ли корректно сработал фильтр но он сработал я сомневаюсь на самом деле сработал корректно то есть здесь не хватает добивки если у вас хотя бы в 3 раза больше информации то это будет очевидно уже сработан там на какой-то сомневой вы видите как древо выглядит я вам для примера покажу то что у них есть на сайте и как это выглядит на огромном древе это в принципе то что мы всегда хотим жить здесь вот это древо это все на одном месте и надо сказать что здесь оно очень хорошо уменьшено если делать выжимку из такой же огромной базы я бы рекомендовала все-таки использовать не обычные просмотрщики они тоже рекомендуют а какие-нибудь там например эхо вне там сейчас тоже еще в чат либо другие соответственно вот это вот из фильтров это наверное самая полезная функция зачем вообще использовать фильтры для этого но вообще конечно с другой стороны в граммсе можно использовать не более простые фильтры не делать не такие специальные а просто фильтровать по метке метками очень удобно пользоваться потому что это наверное я сейчас не смогу это грамотно воспроизвести но понимать что это другой способ арминации в гриве во своей большей категории и есть динамические метки вы можете присваивать это подряд то есть вы можете разным категориям присваивать одну и одну метку например сделать о которой я уже говорила или проверить старые документы и выслепать ее везде и по ней потом ориентироваться это хорошая фишка и конечно фильтр позволяет работать в сотрудничестве с метками и позволяет фильтровать по метку что еще можно выложить имя если у вас большая база даты рождения даты смерти то есть был случай как-то я пользовалась фильтром который позволял найти Иванов среди детей это был как раз какой-то по-моему специальный фильтр сейчас я это не произведу или конечно он был единичный в этой ситуации а я по-моему создавала специальный фильтр специальный набор правил но поверьте если в детстве это не справилась то вы точно с этим справились то есть это было не тяжело по первому задуматься очень активно что у нас дальше по плану трансляции про грампли то вам рассказала про фильтр рассказала а проверка грамса да я вам сказала про проверку скорая проверка сейчас посмотрим если она здесь ну вот это кстати здесь не переведено в пятой версии уже переведено в последние новости грампс очень тоже важная штука потому что вы можете не заметить каких-то новых кто для себя пишет они навязчивые очень грампс программа она будет купить обновления там какие-то дополнительные новые титориалы которые появились в википедии то есть конечно там баги которые у вас встречаются поэтому эти новости на приборной доске по-моему хорошие будет и про это тоже есть еще у нас есть странно у меня здесь почему-то его нет сейчас посмотрю может здесь есть нет здесь тоже нет наверное все-таки это потому что он относится к пятой версии которая надеюсь у вас установлена сейчас я вынуждена пользуюсь четвертой для трансляции но в принципе у меня стоит пятая уже к счастью стабильный так вот там есть грамплет проверка грамплет который позволяет вам оценить какую комплектацию грамплет установленную на вашем компьютере если вы хорошо разбираетесь более-менее в программировании то он будет вам больше полезен если меньше разбираетесь то максимум что вы узнаете что у вас она актуальна на актуальной версии может быть какие-то дополнительные сможете установить ну а тем просто очень удобно что этот грамплет проверяет именно вашу версию который стоит у вас на компьютере в соответствии с вашей системой веб-отсчет который я рекомендую надеюсь я смогу его здесь показать потому что очень коммунисты как я делала здесь на этом компьютере или нет динамический веб-отсчет очень полезная штука давайте попробуем сделать просто сразу показывает ну наверное на самом деле ни одна из программ современных не делает нормальный ну и подсчет а это делает он гораздо полезнее для демонстрации родственников чем стандартные графики точнее как он хорошо в дополнении работает естественно текстовые текстовые отчеты и графические отчеты они все равно любят потому что их нужно только сидеть только пальцем а геометический веб-отсчет хорошо показывает связи и плюс он включает в себя практически всю базу данных то есть вы можете не оттаскивать с собой программу записав одну папку в этот веб-отсчет но локально он естественно туда не выкладывается вы можете просто открыть флешки и у вас публикует вся информация то есть рассказывая кому-то о том что вы искали как вы искали вы можете опираться непосредственно источнице на фотографии источников потому что если вы отпечатаете просто текстовые отчеты просто отчет графически даже если вы сделаете его очень красиво вам все равно будет не хватать этот доказательный балет придется ее соответственно дополнительно собирать и так далее интересно объяснить мне сейчас раздам или нет давайте посмотрим что я еще хотела вам сказать пока поговорю об этом пока пока не знаю что я буду делать дальше с этой трансляцией пока она мне так у вас не нравится что возможно я просто не буду ее сохранять запись и проведу еще раз ее с нормальной техникой честно говоря тоже по запросам зрителей были на трансляции может быть из-за технических проблем не осталось вот а соответственно если не доверите вы то зачем еще инспекторы циклы то же самое то